Чемпионат мира теперь еще и по боулингу среди глухих готовится принять в Самаре. Шансы оценят представители Сурдо-Олимпийского комитета и федерации. Но в регион они приехали не только для этого. Сегодня стартовал чемпионат России по этому виду спорта. Пять дней 14 команд со всей страны будут соревноваться в умении выбивать страйки. А лучшие войдут в состав сборной и отправятся на паралимпийские игры в столицу Болгарии. Без лишних эмоций выбивают страйк за страйком. У каждого спортсмена своя методика и даже свой ритуал. 14 команд и только пять дней, чтобы выяснить, кто лучший. Чемпионат России впервые проходит не в Москве. Мой папа тренер. Однажды мы с сестрой увидели, как он с друзьями играет в боулинг. Мы посмотрели, как они катают шары. Так понравилось, что вот уже 9 лет я профессионально занимаюсь боулингом. Участвую во всех соревнованиях и в России, и мирового уровня. Здесь их недуг почти не заметен. Возможно, поэтому боулинг из тех видов спорта среди слабослышащих в последние 10 лет самый популярный. Многие слабослышащие или даже глухие на самом деле понимают не хуже слышащих. Но и они постепенно подтягиваются уже к уровню нашей сборной слышащих. Постепенно. Еще пока чуть-чуть не дотянули, но работу ведем и надеемся, что до Олимпиады успеем. Эти соревнования еще и путевка в сборную. Лучшие отправятся в Софию на паралимпийские игры. А уже в следующем году Самара сможет принять чемпионат мира по боулингу для глухих. Я думаю, что это выберут профессионалы совместно с федерацией, решит федерация. И я думаю, в эти дни они осмотрят все базы, которые есть, и будет принято такое решение. Детали пока обсуждают в региональном ведомстве. Много зрителей этот вид спорта не подразумевает. Так что уверены, с выбором площадки проблем не возникнет. Татьяна Потоцкая, Дмитрий Алатрацев. Новости губерния.